Всем тихой ночи! Вооружённого пистолетом нужно стрелять во враждебных роботов. Если проходить уровень слишком долго, появляется смайлик, который преследует игрока. И если при его появлении не покидать уровень достаточно долго, ехидный смайлик неизбежно убивает персонажа. Эту прыгающую морду прозвали злой Отто. Автор-разработчик игры утверждает, что сначала увидел саму игру во сне и только потом начал её делать. Создав в 1980 году её именно такой, какой она ему и приснилась, в 1982 году случился несчастный случай. Человек, игравший в игру, умер от сердечного приступа, и вокруг этого трагичного события вырос целый жанр городских легенд, связанных с проклятыми играми и игровыми автоматами. Их сюжеты довольно разнообразны. Проклятые игровые автоматы убивают, лишают рассудка или приводят к исчезновению людей. Наиболее распространённый сюжет говорит, что игрок, завершивший игру с определённым счётом, включающим в себя три шестёрки, обязательно сходит с ума или пропадает. Так вот, мог ли SCP пройти мимо этого явления? Конечно же нет. В мире SCP в 1981 году компания Atari допустила большую утечку данных. Общественности стало известно о том, что игровая компания сотрудничает с CRU и разрабатывает нечто на основе паранормальных технологий. В 1982 году фонд предпринимает активные попытки заполучить эти разработки, что приводит к захвату набора предметов, состоящего из восьми телевизоров, подключённых к игровой приставке Atari 2600. При включении всех десяти устройств на экранах появляются лица людей, которые иногда реагируют на внешние раздражители. Поначалу фонд считал, что основной аномальный эффект объекта заключается только в том, что оказавшиеся поблизости люди подвергаются психическому воздействию. Они становятся предельно внушаемыми, видят галлюцинации и в зависимости от состояния входящих в объект SCP-2600 устройств испытывают перепады настроения. Также один из работников фонда обратил внимание на то, что исследователи проявляют слишком большой интерес именно к этому объекту. Однако изучить этот факт не успел, потому что вскоре связь с учреждением фонда, где находится объект, зоной 92, была внезапно потеряна. Фонд пытался восстановить сообщение с зоной, но люди, направляемые туда, так и не смогли достичь её входа, потому что испытывали непреодолимое желание вернуться обратно. Среди документации, которую агенты фонда нашли на месте изначального обнаружения объекта, были бумаги с достаточно непонятным текстом, в котором упоминается некий эффект Аркадии. Это слово в будущем ещё встретится фонду. Однажды в местной газете небольшого американского городка появилось сообщение о том, что некий бизнесмен внезапно начал себя очень странно вести. На месте агента фонда увидели необычную картину. Мужчина сидел со своим сыном около работающего телевизора, к которому была подключена игровая приставка NES. Оба действовали и общались как маленькие дети, не проявляя признаков характерного взрослым людям умственного развития. На экране было сильно искажённое изображение, похожего на робота и улыбающегося существа. Аномальные свойства, как оказалось, проявлял картридж с игрой. Он был сдан на хранение, как SCP-1070. Записанная на него игра, будучи запущенной на приставке, откатывала умственное развитие игрока до состояния ребёнка. На картридже была надпись «Тенген Аркадия». Кстати, в реальности компания Тенген была дочерней компании Atari, которая в том числе выпускала игры на NES. Ещё одной находкой, связанной с Аркадией, стала SCP-4605. В реальной жизни была такая история, что компания Atari зарыла под землю около 700 тысяч картриджей с игрой «Инопланетянин», которая считается критиками худшей в истории. Так вот, в мире SCP зарытые картриджи оказались способны поддерживать друг с другом связь и образовать коллективный разум, который представился как Аркадий. Его-то фонд SCP поставил на содержание, как объект 4605. Довольно долго объект не проявлял активности, пока в один прекрасный день не отправил на мобильный телефон одного из сотрудников фонда файл, в котором была инструкция к игре «Берзерк», той самой, о которой говорилось в самом начале видео. В ней, вместо обычного описания игры, были дьявольские символы и мрачные предсказания. Всё немного прояснилось, когда фонд SCP нашёл ещё одну вещь, связанную с Аркадией, и обозначил её как SCP-1926. Это была приставка Atari 7800, которая выпускалась в 1983 году. Приставка снаружи совершенно обычная, внутри она состояла из органических деталей, из плоти. К ней, вместо джойстиков, было подключено два человека, которые внешне выглядели, как люди, лежащие в коме. Однако они бодрствовали, но своим разумом находились в игре, запущенной на приставке. Игра эта, кстати, называется Sword Quest Airworld, четвёртая игра из серии Sword Quest, которая в реальности так и не вышла. Допросив одного из игроков внутри игры, фонд выяснил, что за всем этим стоит человек по имени Нолан Бушнил. Личность Нолана раскрывает серии рассказов, в которых он представлен специалистом в области всего мрачного и непознанного. Когда-то Нолан увлекался чёрной магией и приторговывал веществами, награждал людей роковой зависимостью, взамен чего забирал не только деньги и здоровье, но и буквально отнимал душу у своих клиентов. Однако потом решил сменить сферу деятельности и основал студию, создающую компьютерные игры, которая стала партнёром компании Atari. Правда, привычек своих он не оставил. Во всяком случае, злой магией увлекаться не перестал. Да и сама Atari в мире SCP оказывается непростой компьютерной фирмой, ведь под её офисным зданием обнаруживаются мрачные подземелья с узкими коридорами и неожиданно просторными залами с алтарями для жертвоприношений. В общем, Нолан почти как тот злой колдун, которого ловит немецкий филиал SCP. Но, судя по объектам и рассказам, более зловещие, что ли. Atari в итоге перестала существовать, возможно, из-за деятельности фонда, а может, развалилась сама по себе. А вот детища Нолана, Аркадия, ещё долго делала игры, на радость сотрудникам SCP, пытаясь осваивать различные новые ниши в области интерактивных развлечений. Например, она делает симулятор знакомств с достаточно всратыми персонажами. Вообще, объектов по Аркадии достаточно много, и в целом они шаблонны. Берётся какой-то невыпущенный от Atari продукт, ему добавляются мрачные потусторонние свойства, и вот готов объект. И как мне подсказывает отдел по дезинформации, все мы знаем, что аномалий не существует, проклятых игр нет, а в невышедших приставках нет совершенно ничего необычного. Но в хабе Аркадии, кроме всего этого, представлено ещё несколько интересных концепций. Например, в SCP-5032 и в некоторых последующих объектах, связанных с Аркадией. Инженеры фонда, исследуя очередную необычную игровую приставку, увидели, что игры в ней написаны на языке программирования, который состоял из томатургических заклинаний. Программы, написанные на этом языке, могли обращаться напрямую к человеческому разуму и к потусторонним сущностям. Одна из игр, написанных на этом языке программирования, теперь известна фонду как SCP-720, и она действительно интересна. Это видео я начал с того, что рассказала городской легенде про злого Отто. И SCP-720 это, наверное, лучшая её интерпретация. Где-то в американской глуши находится зал игровых автоматов, и пользуется он крайне дурной славой. Среди местных ходили такие разговоры, что многие из бесследно пропавших в той местности были постоянными его посетителями. А так как дело было в мире SCP, в этом зале с игровыми автоматами вскоре появились люди в чёрных костюмах и унесли все странные игры. Игры эти были доставлены в зону SCP-28, и были надёжно спрятаны в помещении с номером 720. Через неделю после того, как игровые устройства занесли в камеру содержания, на почтовый адрес секретной зоны SCP пришёл конверт. Внутри конверта находился рекламный флайер, описывающий игру под названием Flapper, с одного из автоматов SCP-720, и вырезка из газеты со статьёй о пропавшем человеке, 23-летнем программисте по имени Томас. Упоминается также пропажа шестилетнего ребёнка. Сотрудники фонда решили запустить игру, и на экране появился персонаж в виде смайлика, и ему предстояло пройти 9 кругов ада, соответствующих таковым в произведении Божественная комедия Данте, и победить самого дьявола. Было отмечено, что во время игры персонаж постоянно пытается заговорить с игроком, проявляя признаки разумности, и его эмоциональное состояние с каждым диалогом заметно ухудшается. После прохождения нескольких уровней игры, на экране вместо персонажа смайлика появляется мальчик с шариком по имени Тимати, он ходит по уровню в виде зала игровых автоматов, и в конце подходит к одному из них, отчего падает замертво. В завершении уровня проигрывается небольшая заставка, где душа Тимати втягивается в этот автомат. Сотрудники фонда продолжили играть, и увидели новую заставку, в ней персонаж, тот что смайлик, просит отпустить его. После мультика начинается уровень с кладбищем, где на одной из могил написано «Отнятый у нас ангельской пылью». Судя по всему, в могиле лежит тот самый пропавший Томас, который, судя по некоторым другим намекам, в объекте был наркоманом, отчего и умер. Экран темнеет, и уже в следующей сцене мы снова видим мальчика Тимати. К нему подходит человек, который, вероятно, является Ноланом. Мальчик, похоже, не может ослушаться приказов Нолана, и тот вводит его в какое-то помещение, где после нескольких сцен дьявольских ритуалов, злой колдун просто пожирает свою жертву. После всего этого, игра за главного героя в виде смайлика продолжается. Начинается сражение с Ноланом, линия жизни которого подписана как дьявол. Из диалога между злодеем и героем мы также узнаем, что главного героя зовут Томас. Завершить этот этап у сотрудников фонда не выходит, потому что устройство, на котором запущена игра, неизменно перегревается и отключается, даже если это мощный компьютер фонда. Этот объект добавляет Нолану интересных черт, ведь он, похоже, создает свои дьявольские игры, заключая в них души тех наркоманов, которые умерли от его веществ, еще в те времена, когда он ими торговал. Все эти несчастные подчинены темному разуму безумного игродела, и теперь они обречены служить ему в качестве персонажей внутриадских игровых автоматов. Довольно интересный оригин для злого Отто, как по мне. Всем удачного прохождения!